Это видео такое будет, немножечко о моей жизни, кто меня не знает, мне скоро уже будет 32, в мае мне исполняется 32. И, собственно говоря, как я живу? На этот вопрос уже приходится отвечать 150 раз, где беру деньги, ровно 150 раз буду, или 151, кто считает на канале, посчитайте. Все время задают один и тот же вопрос, действительно ли я живу в 32 года на шее у родителей? Все начиналось с того, что я закончил институт и радостный побежал везде устраиваться на работу, в одно место, во второе, в третье, в пятое, где-то на 500 месте, угомонился и рассердился. Имею право рассердиться раз в жизни, вот рассердился на 500 работодателе, который мне пообещал снова 15 тысяч. Прихожу, сколько зарплаты справишь? 15, открываю дверь. Другой, 15, да, открываю, звоню, 15, да, до свидания. Было все такое. Но разок был и 30, и 40, и 50. Но там искали, уж простите меня, бога какого-то искали. Мне перечислили столько навыков, которым нужно обладать, что такой человек, если и есть, он лежа на диване, деньги заработает со своими такими навыками. Он не пойдет за тридцатку работать, он из дома не выйдет. У него так и мозги работают. Они мне штук 90 этих качеств и благополучно меня отправили домой. А из дома меня родители уже отправляли. Иди, говорят, ищи. Ищи. Я институт закончил и рассердился. Родителям сказал, что я рассердился, разочаровался. И нафиг мне вот эта учеба. Но они типа мне говорили, мы тебе денег давать не будем. Ну, сначала так и было. Первое время они мне не давали. До тех пор, пока я не начал деньги воровать, у родителей потихонечку воровать. Планшет еще утащил. У матери. Сдал. Все равно он не работает. Тут сказали, шлейф что ли, или что тут не работает. Я его сдал в ломбар. Тогда 500 рублей за него давали. Родители спросили, где он. Я сказал, не знаю. Искали, искали. Но они же поняли, не первый раз ворую я у них. Вот они поняли, что пришлось выкупать потом. А что они его выкупят? Сейчас за ремонт за него надо платить. Так деньги были бы на дело. Я бы в дело пустил бы деньги. А они пошли его выкупать. Рассердились и не разговаривали потом долго со мной. Так что и у отца воровал много чего-то. Там автомобильные запчасти у него воровал. Инструменты кое-какие у него воровал. Но это поначалу так было. Потом у нас с ними был уже ультенатум. Мне даете 500 рублей в день. Начали с тысячи. Но они таких денег не могут позвать. Я сказал, 500 рублей в день потом это уже так было. Сейчас мне они дают 500 рублей в день. Если они мне не будут давать 500 рублей, я воровать пойду, грабить пойду. В первую очередь начну с родителей. Их же им же будет хуже сначала. Потом в другое место пойду грабить. Куда деваться им было? Деванцы некуда было. Ругались. Потом я же их шантажирую, что гостей, если они приведут, я у гостей обчищу карманы. Символически утащил юбилейную монету у дедушки. Когда он пришел, дед, он что-то показал, куртку повесил. Там 10-рублевые просто были, он что-то показал и убрал. А я в карман залез, утащил и просто родителям показал. Вот, в следующий раз украду мобильный телефон у деда. Или украду гораздо большую сумму. Поэтому думайте сами. И у нас ультиматум сейчас. Мне дают 500 рублей в день. Я на них живу. И либо коплю, либо трачу. Обычно второе. И ко мне никто не пристает. Ко мне больше. То есть я как мужчина себя поставил. Я сказал, я мужик. Мужчина сказал, мужчина сделал. Вот и сделал так. Потому что если они мне не будут давать деньги, я пойду воровать. Да даже и ходить не надо. Вот планшет, хотя его уже не сдашь. Сейчас уже ни за какие деньги. Тогда 500 рублей давали. Он что-то новый или 6-7. Ну, в ломбард сдал. Но это так. Показал. Характер показал. Показал, что мужчина. Что все решаю. Теперь вопрос следующий. Тебе не стыдно? Ты бессовестный? Ты плохой? Тоже 150 раз придется повториться. Вы когда заводите кошек, собачек. У некоторых таракашки по дому. Водится. Кстати, сказал, что слежу за домом домохозяина. Моя работа домохозяина. За домом слежу. Чтобы никто вора сюда не залезли. Не утащили здесь. Подушки, одеяло. Чтобы не утащили вора. Так-то воровать нечего. Планшет. Я бы давно его сдал бы повторно. Вот. Вы заводите кошек, собачек. Вы же их не отправляете на работу. Вы не говорите. Пюсик. Барбусик. Вылази из будки. Иди будку отрабатывай. Я тебе ее под ипотеку дал твою будку. Давай. На завод иди. Работай. В пятницу выпить можешь 50 грамм. Вы же так не говорите. И тараканам вы так не говорите. Почему? Я должен быть хуже, чем таракан или хуже, чем мошки, клопы. Комар кровь пьет. Никто к нему не предъявляет ничего. У родных родителей 500 рублей. Спрашиваю. Плохое почему-то. Сразу же. Вон, клопы дерут просто так. Ничего не отдают. И комары. И эти всякие оводы, мухи, мошки, мошкары. Они же ничего не дают, не производят. Произвожу. За домом слежу, слежу. Охранник сейчас получать. 15 тысяч как раз. А охрану, квартиру поставить на сигнализацию. Сколько будет стоить? Думайте. Формы у меня есть. Я могу здесь хоть в форме ходить. Сюда, сюда. Так что, ребят, так. Рассказал вам немножко о своей жизни. Сейчас родители залезут. Дизлайки мне будут ставить. Со всех аккаунтов. Ничего страшного. Ребят, мы отобьемся. Я знаю, что моя подписота. Меня, наоборот, хвалить будет. У меня нормальные такие пацаны. Дело в том, что ни в коем случае не хочу сказать, что не надо работать. Ни в коем случае. Ни в коем. Боже упаси. Нет. У каждого свой жизненный путь. Считаю так. И никто не должен лезть. Вот работает кто-то на химическом заводе. Это его личное дело. Другой работает священником. Это его личное дело. Третий на заправке работает. Четвертый депутатом. Я считаю, что не должен никто ущемлять права людей. Именно в этом и есть демократия. Каждый занимается тем, что ему нравится. Я же не говорю, что плохо продавать хлеб по завышенным ценам. Или молоко вы продаете. Втри дорого. Или вы квартиры дорогие продаете. Машины задорого продаете, которые все битые подряд. В каких-то авторынках есть. Где вторичные. Поголовно битые почти все. Я же не говорю, что это плохо. Потому что не лезут в это. Я в мою жизнь все лезут. А почему все лезут? Потому что завидуют они. Шаблон-то рвется в башке. Что кто-то другой живет не так, как они хотят. Пока.